здравствуйте друзья у нас очередной open house это в саннивейли вы видите тот комплекс такой но мы туда не пойдем этот комплекс просто так стратегически расположен вот рядом с тем домом в котором open house вот в а этот дом он еще и на углу это угловой вот вот фэр окс улица и улица моди на которой мы находимся ну вот тут мы запарковались на их паркинги этого дома дом явно перестроенный выжил из участка все что мог вот это гараж у них гараж не новый видеть по трещинам на полу можно легко сказать что гараж совсем не новый хотя его покрасили окно вон там поменяли ну вот тут видно конечно видно что все это довольно старое вот светлана меня любит смотреть на такие постройки которые обновленные то есть что люди делают там где можно что-то сделать вот я там вели одеть такие башмачки вот пойдем посмотрим это отдельно стоящий такой гараж тут у него еще и карточки видите они пристроены вот сейчас мы пойдем смотреть а тут можно сказать элемент такой дачной жизни и там типа по попугайчик попугайчик мне кажется ненастоящий а так какая-то фигня пластмассовая ну так в случае не движется никак сейчас мы зайдем и посмотрим на домик ступеньки я говорил что дом на углу стоит поэтому так я вот вышел на улицу чтобы вам показать да это шумненько подожди сюда я хотел показать вход вот вход дом этот с тремя спальнями с одним туалетом площадь у него сколько там тысячу тысячу 150 квадратных футов и лот у него четыре с половиной и хотят они за тысячи скверфутов и хотят они за него миллион триста сорок тысяч миллион триста сорок тысяч и когда мы говорим вот почему такая цена не готов рядом дом продался такой же примерно за те же деньги вот мы считаем что это его как бы цена сказать что здесь много народу нельзя но есть люди до новая кухня люди голосуют ногами цвета решения монета не рвется а где вот владеет он должен был бы быть вот они просто как бы хорошо новая кухня бедник и даже плиточка в новой кухне она такая я сказал сиротская такая подешевле что ли они хотели тайки да будет такой здесь здесь будет популярна икея на самом деле это искусственный такой синтетический ты думаешь натуральный но даже не знаю может быть натуральный ладно пусть будет натуральный так подадим это вот ливен зеркало конечно дает немножко может быть больше объема что есть то вот зашли мы в вот тут такое хозяйство не ну тут есть где может быть сесть где три спальни то пойдем то есть вот так вот от входной двери раз и вот это видимо то что справа это пристроено а вот то что нет она не пристроена там нет ну хорошо зашли вот вот тут у нас налево сразу раз комнатка ну а не пол до всюду переложили они такой по всему дому одинаковый комнатка ку спаленка и спаленка давай давай двигаться дальше многие наши зрители света не поймут в чем собственно проблема одного туалета может быть объяснишь давай глянем на этот самый туалет один вот он этот туалет они тоже с ним какую-то работу произвели они заменили сантехнику они окна заменили они сам туалет сделал в том что очень хрущевских домов мы привыкли все-таки жить как на туалет раздельный туалет отдельно ванна отдельно и тогда это немножко даже семья когда там три четыре человека это как-то менеджер был а когда все совмещенное и внутри спальни то это очень сложно ну да то есть ты не можешь об один там увывался другой ну да там еще что-то делал так ну-ка давай глянем что вот тут на зале тонкой такой маленькой маленькой встроенный клофе ой шкафчик шкафчик старенький даже и у нас на самом деле доме тоже такой сохранился на праве хорошо так значит куда мы идем тут значит одна спальня здесь пахнет чем-то очень вот эту запах как будто было не выбивает химикатами какими-то то ли что но вот тут очень очень чем-то пахнет приятно таким цветочно фруктовым но при этом явно химическим у меня за спиной значит шкафчик меня наводит на размышления тот факт что вот это тут закрыто почему-то ну правильно я я бы хотел знать что именно что именно я не должен не должен видеть а то есть я вот не должен то есть как бы вот это не камильфо да что и по что правда что правда ну хорошо так что еще есть так тут такой как бы коридорчик а это же наверно мастер бедро мастер нет мастера же нет да 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 один туалет на весь дом да я как-то не сработало все окна вот туда то есть грубо говоря серьезный удар по цене что так кровати телевизор напротив хорошо серьезный удар по цене конечно наносит то что на углу и на сказать что улице тут довольно обе улице довольно непопулярные нагруженные ну что же вот такой домик вот они свои даже эти сделали как есть кого за русское слово для них карниза нет там вот парк рядом и такой городской то есть буквально то две минутки ходу и у парка есть большая парковка поэтому здесь вот у самого дома парковки нет вообще никакой то есть ноль и они при этом говорят что так у нас замечательно с паркинга можно у парка встать если гости пришли еще туда в парк пойдете там поставить и переходите ну то есть как бы проблемы с паркингом когда я им говорю что мол они спрашивают как я буду все сделано бы молодцы но шумно у вас тут и дорога да говорят они слышали вот как ты отреагирует когда я говорю что вот мол там шумновато меня риэлтор говорит что ну так поэтому же и дешево она говорит что если если бы говорит она не угол этот так она бы стоила намного намного да не но это чушь собачья это ерунда полна мы были в доме который находится в тихом месте и там есть потенциал в нем более практически за те же деньги за те же самые деньги как ну а не знаешь что здесь они здесь отделали его лучше он лучше отделан здесь здесь лучше конечно пол там тоже все сделано но там есть потенциал ты принес ты даешь такие деньги ты потом можешь не что-то сделать на этом шумном перекрестке локейшн 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 кондоминиум или это и партнеры знают вот это все таки соседство для дома частного это совершенно не подходящее соседство потому что ноутого много людей и тратик до против дуплексы и дуплексы не ставят хороших местах это подешевле считается жилье это не резиденцию такая эре где стоит сангл фэмили дома и дома где стоит мальчику юниты поэтому из не с точки зрения зонинга не с точки зрения локейшн угловой дом шумно со всех сторон спальни выходит на перекресток общем ужасно все друзья на этой высокой ноте мы отправляемся домой а